Глава 6. Обман. Не наеб... не проживешь. От богатства к обману, Дмитрий Соболев, о чем вы? Эту главу я начинал писать раз десять, но я был недовлетворен, пока я не... Родители очень доходчиво объясняли мне, что обманывать нехорошо. Объясняли как могли. Ремнем, руками и ногами. Теперь каждый раз, когда я над кем-то подшучиваю, мне становится совестно. И я понимаю, что меня за это накажут. Это еще одна моя программа. Родители учили меня быть всегда честным, иметь совесть, не грубить взрослым и лизать... Жопу. Учителям. Преподавателям. Но почему-то мне этого не хотелось. Я старался этого всего избегать, вследствие чего был наказан в виде десяти ударов плетью за каждый проступок. Конечно же, проплеть я преувеличил. Но... что-то было вроде того. То есть, по сути, я являлся тем самым рабом, который должен всем угождать. После того, как я вырос и начал зарабатывать сам, родители еще пытались мне навязывать свою точку зрения, но я четко им дал понять, что вот сейчас я зарабатываю себе сам на жизнь. И, соответственно, вы не можете меня учить. Вследствие чего я мог не разговаривать с родителями даже месяцами. Но еще бы не разговаривал, если бы не убеждение общества, что родителям нужно звонить. Родителям нужно подносить воду, когда они состарятся, и все в этом духе. То есть, вы понимаете, что даже общество против того, чтобы мы стали самими собой, и все пытаются навязать свою точку зрения. Вы должны, вы обязаны. Да как вы можете так поступать? Даже когда меня бесил наш сосед, точнее соседи, я не мог ничего им ответить, хотя надо мной издеваются, когда мне было от 4 до 14 лет. Как я могу их оскорбить? Это же наши соседи. И вот я дожил до 27 лет, продолжая обманывать себя, соответственно, и окружающих. И здесь я начал серию постов про правду. Сначала я опозорил на всю страну своих родителей, со слов моей мамы, папы. Потом начал говорить о себе, что я действительно добился. А ровным словом, ничего. Долги, отсутствие нормальных отношений, точнее отношений, которые устраивали полностью меня. Обиды на родителей. И все в этом духе. Мне хотелось кричать о том, как я врал себе всю жизнь. Благо мне представилась такая возможность уединиться и избавить общество от своего присутствия. И я благодарен, что мне предоставилась такая возможность. Не имея этой возможности, вряд ли я бы начал писать эту книгу. Вряд ли бы я перестал врать себе и отравлял общество своим присутствием, продолжая врать себе и окружающим. Я готов признать, что это так и было. То, что вы видите сейчас перед глазами, это чистая правда. Кроме того, что эту главу я переписывал 10 раз. Где-то со второго раза я ее написал. Первый раз она мне не понравилась, потому что чувствовал в ней оправдание тому, что я так поступал с собой и с другими людьми. Теперь я полностью чист и готов отвечать за свои поступки.